Добрый вечер всем дорогие друзья, мы сегодня впервые используем эту платформу G+, или встреча Google, инициатором сегодняшнего нашего сообщения. Ну и еще пару слов про нашего уважаемого коллега. Валерий Николаевич Платонов мне знаком уже года 2 или 3 дистанционно, я общаюсь, дискутирую в разных площадках, и знаю Валерия Николаевича как искренне заинтересована в развитии дистанционных образовательных технологий, и в промообучении в Российской Федерации. Не важно, что некоторые наши позиции иногда не совпадают, у нас нет диктата, нет начальника, мы здесь все равны. Но мне нравится то, что Валерий Николаевич обладает трезвым взглядом, знает ну минимум один иностранный язык, изучает публикации всему миру, и с нами охотно делится. Он работает в институте общей физики имени Прохорова Российской Академии Наук, исполнительный директор ВУНТ, я не знаю, это видимо аббревиатура, при институтах РАН. И, в общем-то, давно уже зарекомендовал себя как интересный и полезный нам докладчик. Валерий Николаевич, если хотите о себе что-то еще сказать, ваше слово. Ну, в принципе, я думаю, что информация доступна там в интернете, в профилях, я думаю, что это вполне достаточно. Давайте я все-таки начну трансляцию, да, и для этого включу вот свой экран. Видно его сейчас? Да, отлично. Отлично. Ну что ж, я тогда с вашего позволения начну. Итак, вниманию сообщества предлагается инициатива такой совместной разработки и согласования открытого стандарта описания онлайн-курса. Ну, прежде всего, по терминологии. Ну, под курсом мы понимаем некую такую законченную единицу образовательной программы по одному предмету или одной теме, хотя это, конечно, может быть и междисциплинарное обучение, которое имеет определенную длительность, продолжительность, обычно привязываемое, вообще говоря, к длительности семестра, но не обязательно. В последние годы мы сталкиваемся с такой достаточно серьезной проблемой с точки зрения учащегося. Все увеличивается количество онлайн-курсов, которые отличаются как по провайдерам, по платформам, дисциплинам, образовательным технологиям, педагогикам и так далее. Если посмотреть на количество участников, которые проходили хотя бы один онлайн-курс, то примерно до 2011 года это количество росло линейным образом. За последние 2-3 года мы наблюдаем такой стремительный рост как по количеству появляемых курсов, так и по числу студентов, во многом благодаря вот такому явлению, как массовые открытые онлайн-курсы. Даже уже в рамках MOOC мы сталкиваемся с наличием нескольких курсов с одинаковым названием, как, например, Machine Learning. Возникает логичный вопрос. Как выбрать подходящий курс? Ну, прежде всего, как узнать информацию о курсе и, соответственно, по какому принципу отдать предпочтение тому или иному курсу. Мы бы предложили вот эту информацию о курсе разделить на два вида. Информация, которая формируется провайдером или является внутренним измерением некой такой объективной информации, которая проверяется. Ну, по-английски назовем ее formative. И информация, которая получается от сторонних источников. Учащихся, заказчиков, консультантов, производителей, других производителей, работодателей и так далее. Это внешнее оцениваемое по отношению к провайдерам. Назовем ее summative. Эти оба вида информации, оба класса данных могут быть использованы для того, чтобы ответить на вопрос, как выбрать подходящий онлайн курс. Но очевидно, конечно, что задача внешнего оценивания, она сложнее внутреннего оценивания. Поэтому на данном этапе мы предлагаем предложение номер один, которое заключается в том, чтобы по крайней мере разработать открытый стандарт описания онлайн курса на основе внутреннего оценивания провайдера. Может возникнуть вопрос, а зачем вообще говоря стандарт описания онлайн курса, если есть известные стандарты типа SCORM или IMS? С нашей точки зрения это все-таки разные стандарты. Если SCORM это сборник спецификаций и стандартов по организации учебного материала и всей системы дистанционного обучения, которая позволяет обеспечить совместимость компонентов и возможность их многократного использования для целей LMS, в том числе и для поиска, конечно, то предлагаемый стандарт – это сборник спецификаций и требований по предоставлению информации об онлайн курсе, которая позволяет обеспечить совместимость баз данных информации об онлайн курсах от разных провайдеров для более широкого употребления. Более интересно, конечно, сравнение предлагаемого стандарта с так называемым Learning Object Metadata, то есть стандарт метаданных обучающих объектов. Здесь, конечно, очень многое можно взять из этого Learning Object Metadata стандарт. Фактически, вот на это сравнение меня навел уже вообще в обсуждении Сергей Кондрашов, за что ему большое спасибо. И, в принципе, мы предполагаем, что определенные модули, наработки и блоки могут быть использованы из предыдущих стандартов. Но все-таки отличие по целям нашего стандарта, это все-таки не поддержка в рамках совместимости и даже, может быть, облегчения поиска в рамках систем управления дистанционным обучением, а все-таки цель облегчить поиск для широкого круга как учащихся, так и пользователей, заказчиков, консультантов, агентов, потребителей, работодателей. То есть, с одной стороны, предлагаемый стандарт, он как бы шире, но с другой стороны, он достаточно, по сравнению с ломом, он поуже, потому что все-таки лом тоже достаточно широкая сфера стандарта, который распространяется на все, вообще говоря, образовательные ресурсы, то есть не только на онлайн. То есть, в каком-то смысле, понятие лома шире, но в каком-то смысле, с точки зрения применения и пользования, с нашей точки зрения, он является более узким. Вот здесь мы представим наше видение о том, как может выглядеть такой сборник спецификации, и, конечно, это просто первое или нулевое даже приближение к предлагаемому стандарту, которое естественным образом предполагается быть обсужденным и в сообществе, и с привлечением всех заинтересованных лиц. Так вот, с нашей точки зрения, такое приближенное описание полей базы данных по онлайн-курсам можно подразделить на следующие категории. Это паспорт курса, учебный план, описание доступа, описание образовательной технологии, описание планируемых результатов, описание администрирования. На следующих слайдах будет показано, как примерно могут выглядеть, то есть какие поля включают эти категории. В паспорте курса мы предлагаем название, вид образования, код курса у провайдера, некий унифицированный код курса в библиотеке или у агента, торговая марка, логотип, тизер, видео, трейлер, краткое описание курса, ключевые слова, информация об авторах. Описание учебного плана – это уровень формального образования или рекомендуемый возраст для неформального обучения. То есть здесь вот я хотел бы отметить, что мы не только зацикливаемся на вузах или на системах формального обучения, но и вообще говоря, предполагаем, что описываемый стандарт может быть использован и для любого внешкольного, внеинститутского неформального обучения. Далее, область образования обучения, язык обучения, временные рамки курса, тип обучения, синхронные или асинхронные, единицы измерения модуля, количество модулей в курсе, вид оценивания, количество тестов, экзаменов, возможность индивидуализации при прохождении курса, приспособленность для лиц с ограниченными возможностями. В описании доступа это, прежде всего, требуемый уровень подготовленности на входе, соответственно, финансовые условия прохождения курса и технические требования на устройство ГАШ. В описании образовательных технологий курса мы видим формирование групп по уровню подготовленности, присутствует или нет, присутствуют ли преподаватели, тьютеры, фасилитаторы, какова форма представления обучающих материалов, какова степень интерактивности, есть ли совместное обучение, присутствует ли, наличитует ли практическая деятельность, есть ли форумы, дискуссии, вебинары, видеоконференции, есть ли там неформальное общение, как в обычных университетских кампусах. Или такое слово метапы, которые используются в МОКах. Ну и, соответственно, какие образовательные технологии педагогики используют. В описании планируемых результатов выходные знания, умения, навыки, компетенция, наличие сертификации, тип сертификата, название сертификата, уровень и, соответственно, аккредитация. Ну и последнее, что мы предлагаем, это характеристика провайдера, есть ли интеграция с системами управления обучения, есть ли учебная аналитика, далее представительство в интернете, администратор, курс. Ну, в частности, как может, например, выглядеть одно из полей области образования и профессиональной подготовки? Мы здесь, скажем, предлагаем взять один из существующих, фактически здесь предлагается один из стандартов международной системы классификации обучения ЮНЕСКО. К стандарту ЮНЕСКО можно предложить и таблицу соответствия, скажем так. Примеры компетенции тоже можно выбрать от известных разработчиков или от известных разработок. То же самое относится и к образовательным технологиям. То есть в этом смысле не надо изобретать велосипед, можно использовать те наработки, которые уже существуют. В том числе и те наработки, на которые указал Сергей Кондрашов. Итак, попробуем резюмировать сказанное. Как мы видим, цель стандарта – это прежде всего облегчить поиск и выбор курса разными целевыми группами. Это помощь в построении индивидуальной траектории обучения. И это, с нашей точки зрения, основа множественной модели качества курса или персонализации рейтинга. Фактически, когда вы делаете выбор, вы всегда в голове имеете определенный приоритет. Участие в стандарте, с нашей точки зрения, конечно, добровольное. То есть это в нашем представлении некий такой желаемый идеал. Провадеры, конечно, могут и не предоставить полный набор описания онлайн-фокуса по разным причинам. Например, у них просто нет данных, может быть, им невыгодно осуществлять в составлении такого стандартного списка. Или по каким-то иным причинам. Но в этом случае можно предусмотреть, естественно, разную степень полноты такого стандарта. Минимальный, расширенный и так далее, и максимальный. Мы хотели бы, чтобы такой проект создания открытого стандарта, конечно, бы распространился на как можно большую часть индустрии онлайн-курса. Включая его, конечно, хотелось бы, чтобы подключить сюда и международное сообщество. Но с нашей точки зрения такой стандарт нацелен прежде всего, конечно, на учащегося, на слушателя онлайн-курса. Ну и в заключение я хотел бы указать разработчиков этой гипотезы. Я бы, опять-таки, не сказал, что это уже даже просто гипотеза для обсуждения, гипотезы для обсуждения и, соответственно, предложения для того, чтобы, вообще говоря, рассмотреть возможность такого стандарта. Вот, но я, пожалуй, на этом остановлюсь. Я, пожалуй, на этом остановлюсь. Соответственно, попробую ответить на вопросы, да? Да, послушать. Давайте, я думаю, что сейчас можно, наверное, попробовать ответить на вопросы. Уважаемые коллеги, на мой взгляд, первый блин идет неплохо, но это мое личное мнение. Уже появились вопросы. Мы, наверное, сначала послушаем вопросы наших участников. Да, 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 я тоже думаю. Они будут еще, Валерий Николаевич, поступать и после нашей встречи, это нормально. А потом, возможно, если вы не против, выскажемся в плане обсуждения. Хорошо? Хорошо, да. Вопрос от Натальи Шишлиной, если вы видите, видите, да, Валерий Николаевич? Да, да, да. Не в бровь, а в глаз. Что вы понимаете под образовательными технологиями? И перечислите хотя бы несколько вариантов. Да, я на самом деле как раз и говорю, что я не изобретатель в данном случае образовательных технологий. И там был один слайд, который как раз и описывал вот эти образовательные технологии. Да. Вот, и в этом смысле я просто могу сослаться вот на это описание этой таблицы. Сейчас, позвольте, где-то она у меня, может быть, даже лежала. Сейчас, одну секундочку. Я ее тоже ищу, это слайд. Я видел этот слайд очень интересный. Слайд номер 22 вашей презентации. Ну вот, пожалуйста, образовательные технологии, это, конечно, технология ближе не к технологиям, вот как, относящиеся к информационно-коммуниционным технологиям, а к технологиям, конечно, педагогическим. Ну, более-менее полный список, вот он приведен. Это конструктивизм, социальный конструктивизм, то, что вам нравится. Спасибо. Хоумскулинг, анскулинг, сайентифик, педагоги, экспериеншал или экспериментал эдюкейшн и так далее. То есть, в принципе, такой вот список, он в каком-то приближении, да, предоставлен. Но я хотел бы отметить, что вот в этом Learning Object Management, который был предложен совместно с АМС там и с Обществом инженеров, электрических инженеров, электроник, электрикоинженеры, они там также рассматривают вот такие образовательные технологии, и там тоже есть словарь или список таких образовательных технологий. Я не знаю, ответил я на вопрос, но вот мы это. Ну, ответ, по-моему, есть. Есть предложение, кто хочет вживую задать, можем включить микрофон, и мы вас услышим. Ну, вот Виктор Полевай, Виктор Николаевич Полевай. Вопрос, видите, легализации. Да, да, я вижу, да. Вопрос легализации сертификации. Значимость, признаваемость таких курсов со стороны работодателей. Ну, это, конечно, сложный вопрос. Ну, что говорить. Это только практика, только, так сказать, развитие. На данный момент такие курсы за рубежом, они признаваются в ограниченном количестве. Но признаются уже. И, соответственно, они учитываются при приеме на работу, при карьере. То есть вы можете указывать такие пройденные курсы и засчитывать те же самые сертификаты. Ну, конечно, которые вот, которые специальным образом получается при надзирательстве. То есть при определенной процедуре надзирательства. Проктеринг, так называемый. Вот. Поэтому еще раз хочу сказать, что это перспективный вопрос. Вот. Дальше. Какова цель разработки нового стандарта? На самом деле цель очень простая. И она была с самого начала заявлена. Это, вообще говоря, облегчить поиск и выбор для широкого круга потребителей, заказчиков, слушателей и даже работодателей тех или иных онлайн-курсов, которые рекомендуется или которые проходят учащиеся. Вот это основная цель. Вопрос практических занятий. Не все знания можно передать дистанционно. Ну, я бы сказал, это философский вопрос. Дело в том, что ясно, что, например, программирование можно учить дистанционно. И это будет практическое занятие. Ясно, что с использованием виртуальной реальности уже можно практику, определенный тренинг или определенное прохождение технологий можно проходить и дистанционно. То есть теоретически я думаю, что, ну, опять-таки я могу высказывать некое такое крамольное свое суждение, что, в принципе, никаких ограничений на то, чтобы заниматься практическими занятиями я, честно говоря, не вижу. Особенно в связи с тем, что вы все равно так или иначе в любом случае, даже управляя станком, вы действуете дистанционно. Согласитесь. Но я опять-таки говорю, вы можете со мной не соглашаться, вы можете, еще раз говорю, это не вопрос того, что сейчас нужно легализовать, то есть абсолютно навыки, которые получаются дистанционным образом для всех отраслей промышленности или сфер производства. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что с нашей точки зрения никаких ограничений, это уже дело работодателя. Если он знает, что, например, определенную практику он прошел дистанционным образом, это его право говорить и судить о том, готов он к тому, чтобы работать на производстве или не готов. Ну, это, опять-таки, это мое такое крамольное суждение. Ну, еще поступило про желание Евгению Решету озвучить вопрос вживую. Наверное, мы включим, а здесь еще просто с Вячеславом, по-моему, Александровича ли в сад, я не ошибаюсь? Как вы хотите? Как будет это претенцировать? Ну, давайте попробуем включить микрофон Евгению. Евгений. Я хочу, чтобы у вас было слышно. Так, меня слышно? Здравствуйте. Судя по мигающим зелененьким точкам, я думаю, слышно. Значит, достаточно интересный вообще вопрос, конечно же, разработки такого стандарта. Вот мы с Натальей Васильевной работаем. Простите, мы уже к обсуждению переходим или еще к вопросам? Вот, я бы, наверное, к обсуждению. У меня, скорее всего, больше обсуждений, нежели вопрос. Валерий Николаевич, не против? Сразу к обсуждению. Нет, я бы все-таки, давайте с вопросами закончим, а потом к обсуждению. Вопросами. Ну, давайте тогда... Да, вот есть такое предложение. Да, давайте. Я как раз и писал. Это вы как раз Евгений решили. Да, ваш вопрос виден. Так, а мой не видно, да, я понял. Юрий Николаевич, не видно мой вопрос? Я хочу уже высказаться. Давайте мы еще... Максим Юрьевич, а вас слышно? А вопрос я ваш... А вопрос не видно, да? Зато мы вас слышим. А вопрос в чате не вижу. Вы где пишете его? Вот в чате справа отключите, там можно писать. Ну, раз уже вы хотите задать вопрос, говорите, Максим Юрьевич. Евгений, не ухай. Ну, если... Максим Юрьевич, вас слышно. Сейчас одну... Вот так, нормально, да? Я хотел спросить... Слышно, да. Можно сделать вот так, выложить паспорт, высложить паспорт существующего известного курса на обозрение и рядышком положить паспорт по близкой теме, но по новому стандарту? Вот это можно сделать и как, ну, сколько на это надо времени, насколько это легко? Да, вопрос. Понятно. Да. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Все-таки я хотел бы разделить две вещи. Одно дело, разработка самого стандарта, это как вот такого стандарта, который должен быть принят сообществом. То есть должна быть все-таки определенная заинтересованность участников в том, чтобы такой стандарт работал. На данном этапе и цель данного сообщения в том, чтобы просто обсудить саму идею, нужен ли такой стандарт. Раз. Мы говорим о том, что в принципе есть предложена какая-то структура. Она, конечно, плохая. Она, конечно, не окончательная. Это просто некие наброски, некие идеи. Мне уже, вот, Василий Третьяков уже кучу предложил, как это нужно изменить. Я, в принципе, с этим согласен. Но это работа, согласитесь. Это определенная работа. То есть это уже как раз и есть работа профессионального сообщества. При этом, вот, отвечая на вопрос Виктора Поливаева, есть ли эксперты? Вы понимаете, каждый из нас эксперт в своей области. Вот в чем все-таки предложение? Это не просто стандарт, как вот в случае с ломом, да? То есть когда инженеры, которые занимаются разработкой дистанционных курсов и плюс те, которые занимаются системами управления, то есть системами управления обучением и плюс, возможно, педагоги. То есть здесь, в данном случае, все-таки мы предлагаем сообщество в гораздо более широком масштабе. То есть которое бы учитывало, а, интересы слушателей, которое бы учитывало интересы работодателей разных направлений и которое бы учитывало интересы консультантов, которые могли бы рекомендовать тот или иной онлайн-курс для прохождения. И на самом деле мы еще представляем группу интересов, очень важную с нашей точки зрения, так называемых агентов онлайн-обучения, для того, чтобы само онлайн-обучение распространялось в обществе гораздо более широко. Вот, собственно говоря, в чем отличие экспертов, о которых спрашивает Виктор Поливаев, вот здесь, да, вот, и, соответственно, то, что мы предлагаем. Еще раз хотел бы повторить свою мысль о том, что, в принципе, мы хотели бы не замыкаться на формальном обучении. Я думаю, понимаете, что такое формальное обучение, а что такое неформальное обучение. В принципе, есть класс двух разных видов обучения. И это, на самом деле, самое основное, прежде всего. Современное образование движется, то есть одного формального обучения недостаточно. Современное образование движется в сторону перемешивания формального и неформального обучения. И поэтому здесь, с нашей точки зрения, обязательно не замыкаться на институционально только на, скажем, аккредитованных вузах или там только на организациях. В принципе, онлайн-курс может быть предоставлен не только организациям, но и отдельным человекам. Здесь, в этом смысле, разницы никакой нет. Я прошу прощения, я, может быть, даже уже забыл тот вопрос, который мне Евгений задал с самого начала. Если еще раз можно напомнить. Или Максим, прошу прощения. Если еще про мой вопрос. Да, да, да. Ну, мой конкретный вопрос. Я не инженер, безусловно, я вообще доктор и преподаватель. Ну, мы сейчас делаем курс, и я когда услышал о тематике, и сейчас... А, да, понял, да. Да, выступление. То есть, вот я, например, понял, что буквально систематизация и создание паспорта курса мне поможет в его разработке. Безусловно. Согласен. Да, да. И я хотел, вот у меня есть просто простой, прямой вопрос. Я бы хотел увидеть паспорт. Вот есть, у вас же есть свои курсы. Если вы какой-то вот можете вот таким образом разложить. Ну, в принципе... Как принимаются стандарты? То есть, вы сделали какой-то вариант, он показался всем удобным, его начали применять и начали распространять. Вот я готов, например, мне нравится, да, вот меня устраивает что-то, я понимаю, что это предварительно, но тем не менее. Вот я хотел бы увидеть расписанный стандарт. Не презентацию, а вот ваш курс. Ну, смотрите. Это пожелание на будущее. Это понятно. Да, и вопрос был, собственно, вопрос был какой? Как быстро мы сможем это увидеть? Ну, я думаю, что это зависит от того, что будет ли принята эта идея, да, что нужен стандарт или не нужен стандарт. И второй вопрос, это все-таки в какой степени полноты мы создадим вот этот стандарт. Потому что для многих разработчиков вот вся эта работа, вернее, все это заполнение, скажем, то, что вот нужно, вообще говоря, для полноты поиска и для полноты, для правильности выбора, конечно, сейчас, наверное, затруднительно. Поэтому в какой-то степени это может быть минимальный паспорт, который уже... Сейчас, одно секундочку, извините. Надо попросить Валерия Николаевича не волноваться. Да, да, он как-то переживает. Алло, прошу прощения. Валерия Николаевич, мы хотим попросить вас, не волнуйтесь, все хорошо. Да там телефон, извините. Да, да, бывает. Вот, поэтому... Теперь камера попала, но мы вас слышим. Да, теперь, то есть, практически, конечно, можно попробовать создать такое, то, что вот... И мы, в принципе, так и планируем со многими провайдерами взаимодействовать по этой схеме. То есть, по крайней мере, то, что мы видим, то, что наиболее востребовано при решении вопросов о выборе курса и поиске курса, конечно, я думаю, что мы это... Валерий Николаевич, у меня к вам тоже есть вопрос. Да. Если коллеги позволят. Можно? Да, конечно. Валерий Николаевич, ну, если мы смотрим на любой открытый курс той же Курсеры, то там есть и силабус, и описание, и введение в текстовом, даже в видео формате, когда профессор, лектор рассказывает то, примерно, о чем вы говорили. То есть, исход там описан и требования к освоению дисциплины, какие требуются предварительные знания, подготовка, что будет изучено, какие ожидаемые результаты. То есть, полностью аннотация дисциплины уже имеется. Конечно, вы ставите вопрос глубже, интереснее, например, вот я недаром вижу реакцию Валерия Николаевича Поливаева, именно учет, насколько он, этот курс, соответствует интересам работодателям, работодателям, это глубинный вопрос. Но у меня к вам вопрос. Вы не идете в сторону наших федеральных госстандартов, где все примерно в том же плане и буквально расписывается? То есть, исполнил рабочую программу дисциплины, там как раз и вся введение, описание компетенций, что изучается, какие технологии применяются. Ведь мы же это все там и так расписываем в рабочей программе дисциплины. И в том числе мы всегда доказываем, что эта образовательная программа в той или иной степени нуждается для бизнеса, для производства, для работодателей, что эта специальность востребована. Не кажется ли вам, что мы фактически признаем, и мы и так это делаем, но теперь признаем, что федеральный госстандарт становится нужным и для образователей онлайн-курсов? Вот такой вот вопрос. Ну, надо сказать коротко, можно полно меня в любой вариант устроить. Первое, я уже говорил на самом деле в сообщении, что в принципе мы не отвергаем никакие стандарты. То есть любое описание, то есть используемые стандарты, а их, конечно, существует достаточно много, можно использовать при стандарте описания онлайн-курсов. Но, тем не менее, мы говорим о том, что есть много параметров, или, скажем, набор этих параметров, которые не описываются в госстандартах, не описываются теми стандартами. То есть мы говорим, вот та совокупность, которая у нас представлена, которая интересна, опять же, для слушателей, для агентов, для АТСы, она единым образом, то есть удобным единым образом, не представлена в интернете. Давайте просто проведем... Хорошо, спасибо, я понял, спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Да, Виктор Николаевич Поливаев, я вас помню, или что там... Спасибо. Давайте, может, Виктора Николаевича послушаем... Ну, если мы переходим к комментариям, обсуждение... Хорошо, к обсуждению. Да, давайте. Коллеги, это не обсуждение, я буквально просто как бы так это... Три каких-то мазка. Во-первых, надо учитывать то, что с 1 июня 2014 года все государственные, муниципальные организации... Организация... Что-то пропал вдруг... ...профессиональных стандартов. Это вот по итогам совещания этого 9 декабря было. Это раз. Во-вторых, вот смотрите, мы обсуждаем сам курс, но курс это в основном все-таки некий продукт, технология. А у нас как бы вот... Это нужно делать, надо работать, стандарт этот обязателен, но у нас нет до сих пор профессионального стандарта специалиста. Соответственно, продукт есть, а специалистов нет. Понимаете? Вот я бы, скажем так, и на этом внимания тоже бы акцентировал. Спасибо. Спасибо, Виктор Николаевич. Это действительно проблема. И вряд ли мы ее электронщики сами решим. Это уже гораздо шире, надо понимать, и это общая задача. Хотя мы готовы к ней подключаться, как можем. Без интересов заказчиков, я понимаю, о чем говорит Виктор Николаевич. Не для УЗа учить, а для потребителя, и для студента, и для работодателя. Это колоссально тяжелая проблема. Скорее всего, наверное, меня поддерживает Валерий Николаевич, мы исполнители заказа, который мы сами ищем и ждем. Мы не хотим его формировать сами себе, потом пытаться как-то выполнять. Я согласен, надо на это ориентироваться. Ну, кстати, в наших учебных программах дисциплин идет постоянный поиск, как эти интересы отразить. Я извиняюсь, что перехватил слово у Валерия Николаевича, но я вижу, Вячеслав Александрович хочет что-то нам сообщить. и я пытаюсь включить микрофон. Вячеслав Александрович, если не ошибаюсь, Липсак. Я правильно назвал это слово? Да, правильно. Я все отключил, чтобы не мешаться. Я хотел вот какое замечание сделать. Следующего порядка, что, в общем-то, кто платит, тот и заказывает музыку, грубо говоря. И поэтому стандарты, мы должны, ну, как бы, какую-то линейку стандартов сделать, потому что самый дешевый курс и самый автоматизированный курс, вот как эти муки делаются, как вот мы делали для бизнеса, сообщества, бесплатные курсы, для того, чтобы они были дешевые, дешевые, и вообще, тогда они наиболее простые, то есть минимум затратные курсы должны быть. И даже минимум затратные курсы вполне удовлетворяют потребности той категории, на которой рассчитаны. С другой стороны, если мы будем говорить, что мы хотим с вами сделать курс MBA, вот такой дистанционный, и который учитывает все, он, во-первых, будет очень много стоить, а во-вторых, его не сделать, ни один из специалистов не обладает всеми компетенциями, чтобы сделать такой курс, его нужно будет делать коллективно. И поэтому вот у нас появляется континуум от самого простейшего требований до самых сложных требований. вот то, что сейчас компетенции тьютеров, вы уже видели там такие, что таких тьютеров, которые всем компетенциям, которые сейчас вот им записывают, таких людей в природе не существует просто. Так, и целый ряд курсов мы можем написать стандарт, чтобы его выполнить, нам нужно будет очень большую команду собирать. поэтому я бы сначала начал с самых простейших. Вот чего, что должно быть обязательно, без чего курс не получится. Это левая часть нашего континуума. А до правой части мы, наверное, и не доберемся. Вот будем улучшать вещи. Вот такое замечание у меня. Спасибо. Ну, я готов от себя лично аплодировать. Где-то даже кнопочка есть, аплодисменты включить. Я являюсь сторонником вот именно может быть не повального объединения, но хотя бы объединения на уровне курса или предмета. Допустим, я хорошо знаю одну компоненту. Валерий Николаевич вторую компоненту. И мы объединяем наши силы. Потом находит третий, допустим, а третий, Кто-то знает хорошо, как создавать те же тесты, к примеру, или игры. И мы делаем курс конфетку, мы творим что-то более качественное, поимусиливать друг друга. Может быть, это новый какой-то стандарт, не знаю, а может быть, это как раз в рамках того стандарта, о чем говорил Валерий Николаевич. Мы опираемся на него, мы разрабатываем более интересные решения, поделившиеся теми наработками, которые у нас есть. К сожалению, пока эта идея идет со скрипом, мы то ли авторских прав боимся, то ли вот товарища в пиратской шапке. Кстати, очень хорошо получается. То есть, уже я вижу, я обсуждаю, вот то, что тот подчин, тот задел, который наш докладчик Валерий Николаевич предложил, он начинает уже работать. и то, что Максим Юрьевич сразу попросил, а покажите хотя бы образец. Это тоже говорит о том, что тема интересная, актуальна. Ну, а я очень благодарен Викславу Александру, что потом обратил внимание на стоимость. Это колоссальное объемление, колоссальные средства с не всегда понятным результатом. и вот этот элемент взаимоусиления, объединения, ну, это было бы в наших условиях очень неплохо. И, раз уж я взял, я в плане обсуждения, мне не совсем было все-таки в начале, я согласен, что надо помочь пользователю найти курс, там и так все в курсе достаточно просто описано и представлено, читай, и смотри, и лабусы, и матику, и задания, ну, все как бы есть. Но в то же время я согласен, что этот стандарт будущих, кстати, они применяются в мировой практике, они носят не только добровольный характер, но и рамочный. Это не те жесткие рамки, которые надо в казарме, раз, два, три. То есть, они дают направление, перечень пунктов, а уже авторы, исполнители наполняют тем, насколько они это могут, позволяют возможности. Что я хотел бы еще сказать, мой прогноз ожидать в ближайшее время то, о чем просит Марсим Юрьевич пролог. То есть, некий аналог стандарта, вот, типовой, заполненный шаблон, или рыба, как говорят у Тёмни, дайте нам рыбу, и мы по ней будем делать аналоги. Это сделать будет не скоро и не просто. Расписать вот эти все пункты, ну, мы не любим бюрократическую работу, но все это прописывать, расшифровывать, ну, это делать надо как-то. Вот если мы создадим большую группу и любой предмет, вот я, например, читаю рынок ценной бумаги, попробую сам расписать то, о чем говорит Валерий Николаевич Платону. Может быть, тогда что-то будет интереснее. Ну, на 90% я вот уже вижу, это будет описание моей рабочей программы дисциплины. Там это все есть. И технологии, и для кого, и на чем опирается, и что ожидается. Что-то мы должны и так расписывать. Может быть, там даже не знаю, что там не хватает в нашем современном стандарте ВУЗа, когда мы расписываем рабочие программы дисциплины. На 170, на 200 страниц это расписываем. Но, тем не менее, обсуждать это надо. И то, о чем говорит Виктор Николаевич об интересах работодателей, я не знаю, как это решить. Может быть, он подскажет, как это учесть. Скорее всего, это будут какие-то подписи, какие-то может быть, опросы тех или иных работодателей, которые говорят, да, нам это надо, а вот это нам не надо. Что касается Виктора Николаевича по поводу применимости для практического освоения, конечно, есть ограничения. Конечно, в федеральном законе мы все понимаем, что сварщик должен работать за сварочным аппаратом. Но все понимаем, что элементы трехмерной реальности или показать как там электроды или как там еще можно заранее в виде некоторых элементов продемонстрировать, он в голове уложит. Как это сделать, может быть, тест сдать, но практически он, конечно, должен пойти и сдать практически. В то же время программу или задачу по математике можно действительно и удаленно написать, проверить, продемонстрировать. нет таких догм, есть риски, есть опасения, но еще хочу на последок сказать, эту тему Морозов Виктор Николаевич поднимал где-то недели три назад, ну как поднимал, он дал ссылку на готовый стандарт электронных образовательных ресурсов, курсов, точнее. Он платный, надо стать членом этой ассоциации, они предоставляют этот стандарт, но надо его изучать. Может быть он уже готовый и есть, и не надо особо там далеко глубоко копать, посмотреть надо. Но в целом я так, моё ощущение, я сейчас заканчиваю, извините, то, о чём мы сегодня говорим, гораздо шире и сложнее и полезнее, чем то, что я до сих пор лично видел. Вот сама тенденция стандартизации, рамочный, расширенный такой, с полями, с пунктами, она на самом деле уникальна, и это гипотеза, да, и она заслуживает внимания. Надо готовить отдельный доклад, наверное, публикацию, представлять её выше. Может быть и нас в качестве экспертов привлечь, что мы даём своё мнение. Спасибо. Кто ещё хочет выступить, вот тут вопросы есть. на рабочей площадке АСИ. Давайте тогда я Виктору Николаевичу попробую снова вернуть микрофоном. А Виктор Николаевич с микрофоном, да? Может добавите пару слов? Да, ну нет, не могу добавить, конечно. Дело в том, что поскольку Минтур, скажем так, благополучно завалил всю работу по профстандартам, кто-то... Нет. Алиби не слышал. Пропадает звук. Министерство труда. А, понял, извините, продолжайте. Так вот, сейчас эта работа смещается на площадке Агентства стратегических инициатив. Они предоставляют свои помещения какие-то организационные возможности, могут там привлечь сторонних экспертов. И там сейчас идет формирование рабочих групп. И вот до первого числа, так сказать, руководство России должны, так сказать, разработать дорожную карту по разработке этих профстандартов. И ситуация очень простая. Либо вы их разрабатываете, либо кто-то их другой разрабатывает. Спасибо. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. Валерий Николаевич вел речь о стандартах электронных курсов. А вы говорите о стандартах специальности, верно? Или профессии, точнее. Я не слышал, повторите, пожалуйста. вопрос. Вы говорите о необходимости стандартов профессий, профстандартов. Да. А Валерий Николаевич говорит нам о стандартах электронных курсов. Да. Они взаимосвязаны, понимаете. Вот скажем так, ну по мировому опыту, да, есть стандарт на продукцию, на производство, на материалы, а есть профстандарт на персонал. И они, так сказать, это существуют в одной плоскости, одно без другого не существует. Ну я не хочу открывать новую дискуссию, только хочу уточнить. Мне кажется, сначала формируется профстандарт, а мы образованцы с контролем соответствующих структур, должны его выполнить в ходе обучения, то есть последовательность сначала профстандарт, потом электронный курс. Вот какая тут на ваш взгляд последовательность? Или они одновременно должны быть? Они одновременно, одновременно. Хорошо. Ну еще одно уточнение. Я вот пытался как-то с Аси тогда еще год назад войти, там подать заявочку, предложить услуги, но мне что-то не получилось. Может быть меня сразу отсекли, не восприняли, я не молодой, мне 56, а там все молодые профессионалы, я даже не знаю, как туда войти, и уже попытки меня привели к некому концентрированию, не знаю, где там вход, куда написать свои предложения. Смотрите, так сказать, вот это просто немножко за рамки сегодняшней темы, вы знаете мой телефон, звоните, я вам все подробно отвечу. Хорошо, спасибо, спасибо. Кто еще желает выступить? Мы не дали слово Евгению, а у него что-то уже на уме, я правильно говорю, Евгений. Так, звук включился, да? Да, было, слышал. Ну, в принципе, я-то уже услышал то, что я хотел, это возвращаясь к вопросу, который задавал Максим, по поводу того, что хотел посмотреть на пример и пример описания, то есть, как это будет выглядеть. Дело в том, что, как вот практика стандартов показывает, что очень много стандартов, которые у нас сейчас существуют, не обязательно в области образования, вообще, они формируются на основе практики, то есть, какая-то компания реализовала у себя какой-то внутренний стандарт, начала его развивать, в конечном итоге он стал международным. Примеров таких очень много, я думаю, вы сами знаете отлично. Так вот, мне кажется, нужно идти примерно по такому же пути, то есть, если мы сейчас просто-напросто реализуем различные системы создания электронных курсов, будь то модул, будь то там еще какие-то системы и так далее, вот, сразу же заложим это описание, то люди, которые будут создавать курсы автоматически и будут просто-напросто это описание заполнять. И я уверен, пройдет 5 лет и эта, так сказать, инициатива превратится в стандарт. И не важно, мне кажется, даже какой он сейчас хороший, нехороший, какие-то минусы у него, плюсы и так далее, со временем он просто-напросто сам по себе разойдется. То есть, сейчас, если честно, мне кажется, нужна просто-напросто реализация. Реализация и все, а эта реализация автоматически вытащит все остальное. Я поддерживаю. Сказать. Спасибо. Я извиняюсь, я не знаю, впервые, по-моему, вижу нашего гостя, вот, Евгений Решет, а дальше многоточек. Решетников. Решетников. Вы знакомые? Хоть пару слов скажите о себе. Я из Ужевска, Ужевский государственный технический университет, начальник управления информатизацией. Но, поскольку мы занимаемся электронным обучением в нашем введении, вот мы тоже занимаемся разработкой электронных курсов. Меня сюда пригласила Наталья Васильевна, Шишина, которая нас только слушает. Большой привет. Вот ее я хорошо знаю. Вот мы с ней работали, курсы какие-то создаем, у нас есть уже какая-то база, и вот мы тоже столкнулись с описанием. То есть, мы для себя просто определили какой-то порядок описания курса. Но, естественно, он только для нас. Я сейчас вас послушал, и действительно, мы постараемся это как-то реализовать, то есть, ввести это хотя бы в положение, что какие-то такие пункты в описании курса должны быть. И мне кажется, если это будет техническая реализация, это будет вообще замечательно. Я говорю, при наличии технической реализации этот стандарт, я говорю, лет через пять он сам по себе всплывет. А как вы смотрите к автоматизированной работе такого стандарта, где почти, ну, большая часть пунктов будет выбираться из меню? То есть, выбирают варианты и при необходимости что-то дополняют, чтобы не усложнять себе жизнь. Нет, автоматизация, я даже обсуждаю, это автоматически, то есть, если у нас есть структурированная информация о курсе, то автоматизированное видео представить это уже не проблема, это уже технические вопросы просто-напросто. Замечательно. Валерий Николаевич, вы не против частичной хотя бы автоматизации вот этой идеи? Конечно, не против, но если у нас все выступления, вы скажите, тогда я... Я еще два слова добавлю, если можно. Конечно, Максим Юрьевич. Максим Юрьевич наш доктор, но не просто доктор и фармаколог, он активист электронного образования, я так уж хотел бы представить, он не только фейсбучник, но он создал профсообщество, создал сайт электронный, ну, при его участии активном. При его участии будет правильнее. Ну, организатор вдохновитель. Я хотел два слова только добавить, чтобы сразу к русскоязычному определению сразу было англоязычное, для того, чтобы терминами не гулять мимо, не искать, чтобы каждый не переводил. Если, вот я бы с удовольствием увидел слайд или вообще в идеале получил бы табличку, где к русским терминам рядом были бы англоязычные. И чтобы сразу на двух языках все это делать, в описании это нетрудно. Мне кажется, это важно. На двух языках весь стандарт представлять? Ну, если мы выбираем, на самом деле там не так много текста же, и сразу русский и английский вариант. Если кто-то не заполнит английский вариант, ну, не страшно, но чтобы сразу это сделать, изначально. То есть, я вот поддерживаю Евгения в его фразе, что что-то там правильно, неправильно не имеет сейчас на этой фазе значения. То есть, можно начать делать и практика покажет, что живое, что неживое, что надо добавить. Вот, только повторяю, на русском и английском. Спасибо. Кто еще желает выступить, дорогие коллеги? У нас присутствует здесь и Григорий, не вижу фамилии. Григорий, похоже, без микрофона. И Наталья с микрофоном, похоже, без. Стандарты не гармонизированы, конечно. Их надо как-то сводить к этим общим рекомендациям. Да, и глоссарии совершенно верно. Ну, кто-то, если кто-то хочет выступить, пожалуйста, ну, наверное, уже по регламенту пора переходить к ответу к заключительному слову докладчика, если вопросов нет. Хорошо, давайте я тогда попробую ответить на замечание. Я согласен, что линейка стандартов должна быть. Безусловно, об этом, в принципе, я, по-моему, там где-то как-то и упоминал. Очень здравая мысль о том, чтобы попробовать на площадке агентства стратегических инициатив обсудить такое предложение в рамках именно вот этой национальной системы квалификации и компетенции, которая касается профсообщества и профстандартов. примеры и реализации. Да, мы на самом деле конечно планируем независимо от того, сможем ли мы привлечь еще каких-то участников для выработки такого стандарта или нет, мы конечно планируем такую работу начать и конч, как говорил Виктор Степанович. Вот. При этом мы сразу же на самом деле у нас уже есть переводы на английский язык этого стандарта, то есть одновременно есть как и русскоязычный вариант, так и англоязычный вариант. Я не скрою, что в принципе это связано с определенным проектом поиска и выбора онлайн-курсов. И вот здесь я хотел бы сказать о каком-то дальнейшем естественном этапе, который там возникнет, почему мы сказали, что это предложение номер один, конечно, дальше будет и предложение номер два, касающееся внешнего оценивания или рейтингования тех или иных курсов. Это еще более сложная задача, и она тоже логическим образом вытекает вот здесь предложение номер один. Соответственно, англоязычное определение, я сказал, что мы это делаем. В заключение я что хотел бы еще раз отметить, что да, можно делать самим, но нам казалось бы, чтобы с самого начала тем или менее какие-то такие погрешности, грубые ошибки нам бы избежать. И в этом смысле, чем больше людей примет участие в разработке такого открытого стандарта, тем с нашей точки зрения это лучше. и вот я очень благодарен Василию Тептикову, он прислал целый набор замечаний, которые очень существенные и вполне правильные, правда, может быть, не со всеми, то есть тут есть место для дискуссии, то есть есть предмет дискуссии, который стоит обсуждать, и, конечно, это обсуждение не должно затягиваться, то есть надо просто действительно двигаться от рабочего определенного варианта к дальнейшему усовершенствию. Собственно говоря, так все стандарты и работают. Опять же, с учетом того, что будет линейка стандартов, то есть той или иной степени полноты. Очень вот одно замечание, я хотел бы, которое навеяно, было вот сообщением о том, что теперь высшее учебное заведение, начинается аккредитовываться не по заведению как таковому, а по программам. Так вот, с нашей точки зрения, это вполне правильный шаг, и с нашей точки зрения, можно идти даже дальше. То есть, можно аккредитовывать не только программы, но и отдельные онлайн курсы. Мы говорим об онлайн, хотя, конечно, это можно применить и к обычным курсам. Так вот, в этом смысле тогда действительно решение задач индивидуализации и построения траектории обучения, реализации идеи кросс-университетского обучения, кросс-странового обучения, или там даже с участием организаций, которые не являются образовательными, в частности компании, научные организации, лаборатории, коммерческие предприятия и так далее. То есть те организации, которым вполне затруднительно сделать аккредитацию, даже программы, целиком программы, но которые вполне могут предоставить отдельные модули этой программы в виде онлайн-курсов на очень высоком уровне, что с нашей точки зрения, конечно, повысит и качество образования в целом. Вот это замечание, то есть идти дальше, то есть или, скажем, готовиться к тому, чтобы процесс пошел дальше, чтобы от программ, от аккредитации программ, но уже в этом случае, с нашей точки зрения, аккредитация онлайн-курса должно делаться не государственными органами, прежде всего, а должно делаться профессиональными сообществами. Собственно говоря, одна из целей нашего предложения заключается в том, чтобы создавать, то есть объединять профессиональное сообщество именно вот и на этой идее, в том числе и на этой идее. Конечно, стандартов существует очень много и, наверное, каждый из этих стандартов решает ту или иную задачу, вот ту задачу, которую мы ставим, я сказал вначале. Хотя, конечно, очевидно, что многие стандарты, они бывают иногда мертворожденными, то есть они, получается, не используются в практике. В частности, тот, мы вот помним стандарт АМС, а он делал сейчас, у него что-то и не особенно слышно. Вот, я еще одно замечание хотел бы сказать по поводу вебинаров. Вот, готовясь к этому вебинару, в принципе, пришлось просмотреть или даже апробировать достаточно большое количество их, существующих в мире. Но я просто перечислил Zoom, Ask, Join Me, WithIQ, Google Hangouts, Skype for Education, Mirapolis, Comdi или Webinar.ru, GoToMeeting, OpenMeetings и так далее. Вот, оценивая эти инструменты, то есть всегда хотелось смотреть, насколько они будут удобны для неискушенного пользователя, там, с плохим даже доступом к интернету, о чем вот мы с Юрием много тут тренировались, достаточно много, кстати говоря, тренировались. Вот, и тут вспоминается даже вот это Жениба Гоголя, что если бы губы Никанора Ивановича допреставили к носу Ивана Кузьмича, то это должно быть совсем все замечательно. Вот в этих многих платформах чувствуются вот такие следы старой эпохи, скажем, там, много ручек, много всяких настроек, что, в общем-то, и вообще говоря, даже сам стиль этих платформ, он достаточно, ну, с нашей точки зрения немножко устарелый, задает какой-то определенный стереотип, культуру, менталитет и так далее. стремление к определенной универсальности, оно иногда губит применимость этого и, соответственно, практическую пользу от этих. В принципе, вот почему разрабатываются новые стандарты? Идет какая-то, с нашей точки зрения, другая эпоха, когда, с одной стороны, эти платформы, они вроде бы простые, но с другой стороны, они достаточно интеллектуальны. Вот этот, в этом смысле, пока вот таких даже платформ для вебинаров, ну, по крайней мере, так показалось, что таких вот достаточно современных, хороших, мне показалось, что их нет. То есть, они в той или иной степени обладают какими-то своими плюсами и своими минусами. Ну, то же самое относится, наверное, и ко всем курсам, онлайн-курсам, онлайн-системам обучения. Вот, поэтому мы думаем, что спасибо всем, я согласен с замечаниями многими, которые здесь высказывались, и спасибо большое, что в принципе, мне кажется, я слышал самое главное, что вроде бы потребность в такой объединенной совместной работе над выработкой стандарта, она присутствует, и это вот самое главное с моей точки зрения в результате данного общения, что является самым главным результатом данного семинара. В этом смысле большое спасибо всем откликнутся на вот нашу, ну, не наше, это, скажем так, общую инициативу. Спасибо большое. Спасибо.